Привет, дорогие друзья! Я рада вас снова видеть со мной, and we are going to discuss seasons. Сегодня мы будем обсуждать тему времена года, and I will give you two expressions, и я вам дам два выражения, which only the English use, которые используют только англичане. Two secret expressions, два секретных выражения, so this lesson will be useful not only for beginners. Поэтому этот урок будет полезен не только для начинающих. Be attentive, будьте внимательны. Repeat after me, повторяйте за мной. Seasons, времена года. Summer, лето. Autumn, осень. Буквы A и U в начале слова читаются долгим звуком O. Autumn. Winter, зима. Spring, весна. Когда мы говорим о том, когда происходит действие, мы ставим предлог in перед summer. Когда действие произошло? Летом. In summer. What is the weather like in summer? Какая погода летом? Мы знаем глагол like, нравится, любить. Почему же, вы спросите, он употреблен здесь? Да потому что есть еще один глагол. To be like. И означает он не любить или нравиться. Означает он какой по описанию. Какая погода? What is the weather like in summer? Какая погода летом? По-русски мы бы ответили солнечно, жарко, душно. А по-английски нам нужно употребить целую конструкцию, подлежащее и сказуемое. It is sunny, солнечно. It is hot, жарко. It is stuffy, душно. Если же мы по-русски скажем, как существительное, солнце, жара, духота, то мы обязательно употребим конструкцию. There is. There is sun, солнце. There is heat, жара. There is stuff, духота. И вот оно, одно из тех секретных выражений, которые я вам обещала. Одно из тех лайфхаков. There is Indian summer. Что же это такое? Индейское лето. А так называют бабье лето. Это переходный период между летом и зимой, когда погода хорошая, теплая. Многие путают перевод. Говорят, откуда же это выражение пошло? И говорят, что оно пошло от индийского лета. Индия, знаете, где находится? Индийское лето. На самом деле это означает индейское лето, то есть индейцы. Потому что когда-то, когда в Америку приехали англичане, они там нашли именно индейцев. Там жили индейцы. Поэтому и называется индейское лето. There is Indian summer. У нас его называют бабье лето. Итак, глагол to shine. Светить. Солнце обычно светит летом. Обычно, всегда, иногда. Здесь мы употребляем время present simple. Поэтому не забывайте в третьем лице единственном числе, когда подлежащее хиши it, ставить в глаголе окончание s. А здесь у нас солнце. Солнце это оно, it. Значит, мы ставим окончание s. The sun usually shines in summer. Если мы захотим описать погоду сейчас, то мы употребим время present continuous, которое образуется с помощью глагола to be, который изменяется как am, is, are, в зависимости от подлежащего, и инкового окончания. Итак, мы скажем. Солнце светит ярко сейчас. The sun is shining brightly now. Do you like summer? Вы любите лето? Yes, I like summer, because it is warm, потому что тепло. And we don't go to school, и мы не идем в школу. I can go to the beach, я могу пойти на пляж, and swim in the sea, и поплавать в море. I can walk a lot with my friends, я могу гулять много со своими друзьями. People wear light clothes, и люди носят легкую одежду. Shorts and t-shirts, шорты и футболки. Caps and sandals, кепки и сандали. And what is the weather like in spring and autumn? А какая же погода? Осенью и весной. Spring – весна, autumn – осень. Вот оно, второе секретное выражение. It is pouring cats and dogs. Льет, как из ведра. Pour означает лить. Так почему же оно льет котами и собаками? А потому, что когда-то в Англии не было водостоков. А мы знаем, что Англия – это очень дождливая страна. И когда выпадало много осадков, то бедные животные, бездомные, тонули. И да, они плавали на поверхности воды. И поэтому отсюда пошло такое выражение. It is pouring cats and dogs. Льет котами и собаками. Если мы переведем, то это означает льет, как из ведра. Вот такое выражение. Возьмите себе на заметочку. Итак, какая же погода у нас осенью и весной? It is wet and windy. Сыро и ветрено. It is rainy and muddy. Дождливо и грязно. It is foggy, туманно. Если же мы употребляем существительное, то мы здесь берем конструкцию there is the ra. Ветер. There is wind. Дождь и грязь. There is rain and mud. Туман. There is fog. Глагол to rain. Идет дождь. To blow. Дудь. И мы сейчас употребим эти глаголы в present simple. И не забудем поставить окончание s. It usually rains. Обычно идет дождь. Осенью или весной. Strong wind blows. Сильный ветер дует. Sometimes it is warm. Иногда тепло. Sometimes it is cold. А иногда прохладно. Если мы будем описывать погоду сейчас, то мы употребим время present continuous. It is raining now. Идет дождь сейчас. Strong wind is blowing. Сильный ветер дует. Do you like spring? Ты любишь весну? Yes, I like it. Да, я ее люблю. Because it is warm. And there are a lot of flowers. Потому что тепло и много цветов. We have spring holidays too. У нас весенние каникулы также. People wear jackets, pullovers, trousers and boots. Люди носят куртки, свитера, брюки и ботинки. In spring, весной. Do you like autumn? А любишь ли ты осень? Yes, I like autumn. Да, я люблю осень. Because everything is colorful. Потому что все разноцветное. The leaves in the trees are yellow, brown and orange. Листья на деревьях желтые, коричневые, оранжевые. We go to school in autumn. Мы идем в школу осенью. But we have autumn holidays too. Но у нас также есть осенние каникулы. It often rains in autumn. Часто идет дождь осенью. And people wear raincoats and take umbrellas. И люди надевают плащи и берут зонты. In winter. What is the weather like in winter? Зимой. Какая же погода зимой? It is snowy and cold. Снежно и холодно. It is cloudy. Пасмурно. There is snow and cold. Снег и холод. There are clouds in the sky. Тучи на небе. Глагол to snow. Идет снег. It often snows in winter. Часто идет снег зимой. Sometimes it rains. Иногда идет дождь. Если же мы описываем погоду сейчас, то мы говорим. It is snowing now. Сейчас идет снег. Heavy snow is falling. Сильный снег падает. It is raining now. Идет дождь сейчас. Do you like winter? А ты любишь зиму? Yes, I like winter. Да, я люблю зиму. Because people celebrate New Year. Потому что люди празднуют Новый Год. And school children have winter holidays. А школьники имеют зимние каникулы. We can play snowballs. Мы можем играть в снежки. And make a snowman in winter. И делать снеговика зимой. Sometimes it snows heavily. Иногда идет сильный снег. I like skiing or skating. Я люблю кататься на лыжах или на коньках. People wear heavy clothes. Люди носят теплую одежду. Heavy вообще переводится как тяжелый. Но мы не говорим warm clothes, теплую одежду. А мы говорим именно heavy clothes. Теплую одежду, тяжелую одежду. People wear heavy clothes. Люди носят теплую одежду. Fur coats. Шубы. Coat это пальто. А fur это мех. То есть пальто на меху, шуба. Fur coats. Sweaters. Tights. Scarves. Gloves. High boots. And hats. Шубы. Свитера. Колготы. Шарфы. Scarves. Gloves. Перчатки. High boots. Сапоги. And hats. И шляпы. Обратите внимание на слово scarf. Шарф. В единственном числе будет scarf. А во множественном буква f меняется на v плюс окончание и s. Scarf. Шарф. Scarves. Шарфы. F поменялось на v. Now it's your turn. Теперь твоя очередь. Answer my questions. Ответь на мои вопросы. What is the season now? Какое сейчас у тебя время года? Describe it, please. Опиши его, пожалуйста. Мы можем сказать, it is winter. Зима. What is the weather like in winter? Какая погода зимой? What is the weather like today? Какая погода у тебя сегодня? What is your favorite season? Какое твое любимое время года? When is your birthday? Когда твой день рождения? You may write your answers down. Ты можешь написать свои ответы внизу. On our next lesson, we are going to listen to the native speakers. В нашем следующем занятии мы будем слушать носителей языка. So, I am waiting for you on our next lesson. Поэтому я жду тебя на нашем следующем уроке. And don't forget to put like. Не забудь поставить лайк этому видео. And write your answer down. И напиши свой ответ внизу. See you. Bye. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok